В детстве многие из нас засыпали, глядя на рисунки ковра. В советские и постсоветские времена эти изделия нередко использовали в качестве утеплителя стен и полов. В современном мире ковры больше нужны для декора. Особенно ценятся те, что созданы руками. В Мормонске есть мастер, который сама делает художественные мягкие полотна. Наша съемочная группа познакомилась с ней и узнала о необычном увлечении девушки. Живя некоторое время назад в Санкт-Петербурге, Анастасия Черепнина увлеклась и обучилась созданию ковров. И вот уже полтора года в Мурманске прямо в своей квартире девушка занимается тафтингом. Чтобы было понятней, это ручная работа, когда для создания ковра используют специальный швейный пистолет «Тафт». А в качестве ворса – акриловую или шерстяную пряжу. В самом начале я начала делать художников разных, которые мне нравятся. Потом, когда ты начинаешь чем-то заниматься таким творческим, то очень часто встречаешь интересных людей. И они тебе уже подают идею. У меня есть много знакомых, которые либо каллиграфисты, либо художники, либо бренд одежды, например, у меня знакомый делает. И мы ему делали логотип. И это все выглядит очень круто, потому что все современное и точно эксклюзивное. Ковры используют с древних времен. И даже в современном мире они не теряют актуальность. Анастасия признается, что изделия ручной работы у нее просят для разных целей. Кому-то нужно украсить квартиру, студию. Кто-то приобретает ковер в качестве подарка. Сейчас девушка как раз работает с большим полотном, эскизом которого стала картина известного художника. Ниток очень много уходит, даже не сосчитать, а времени, смотря от сложности картинки, зависит и зависит от размера. И в среднем, если 90 на 80 обычно берут, то выходит где-то дня 3-4 полных. А вот такой вот? Такой, ну у меня недели полторы на него уйдет, я уже плюс-минус неделю им занимаюсь. То, что мы видим в работе, изнанка. С обратной стороны полотна ворс, который мастер будет выравнивать и подрезать. А после нужно будет оформить заднюю часть подкладками, чтобы изделие было плотным и долговечным. В мечтах у Анастасии сделать это увлечение настоящей профессией и открыть полноценную мастерскую с помощниками. Ведь в этом деле она раскрывается творчески, наслаждаясь процессом создания. Я какие-то новые стороны себя открываю. Я когда делаю, я могу и помедитировать, ну как-то ты отключаешься от всего. Также и о чем-то задуматься, и либо сделать какой-то ковер, который ты раньше не делал, и он тебя еще на что-то вдохновил или дал тебе еще какую-то идею. И ты себя все больше и больше раскрываешь. Мы, посетив швейный уголок Анастасии, уверены в серьезности ее намерений и качестве работ. Ведь в каждый коврик она вкладывает частичку души. Продолжение следует...